В музыкальной школе имени Чайковского очередная репетиция хора. Главное – уделить внимание каждому голосу, чтобы строй звучал гармонично. Для руководителя Олега Першина музыка – это призвание. Все неточности, как на ладони. А ведь все должно именно звучать. Каждый звук должен быть на своем месте. В этом, собственно, и сложность хорового исполнения. В хоре сложно петь, потому что есть несколько голосов, и сложно придерживаться именно своего голоса. Но Олег Валерьевич помогает нам. Из-за этого все получается. Еще один залог успешности – дружный коллектив. Вы можете себе представить группу вокалистов, которые постоянно ссорятся? Вот и эти ребята не могут. Мне нравится сплоченный коллектив. Мы всегда вместе. Мы почти со всеми дружим. Мы ездим куда-то, общаемся очень хорошо. Нет такого, что там кто-то кого-то не любит, кто-то грубит кому-то, кто-то как ссорится. Опытный и требовательный педагог, дружеская атмосфера – вот ключи к победам. Эту победу хор музыкальной школы ждал очень давно. Мы недавно ездили в Пермь на конкурс. Однозначно с Олегом Валерьевичем мы выиграли первое место. Мы получаем просто такие эмоции, просто не передать эти эмоции. Первое место мы заняли из-за того, что у нас были очень долгие репетиции. Мы занимались дополнительно по субботам. Все усилия были выложены именно в этот конкурс. И вот наш заслуженный приз. Действительно, победить в именитом фестивале «Наш Пермский край» имени Кабалевского – результат не просто достойный, можно сказать, ошеломительный. Огромное количество коллективов – такие же талантливые дети. Но за счет слаженности и трудолюбия все получилось, как хотелось. Дети сделали все, что в их силах. Звучит завораживающе. Но эта победа не единственная в музыкальной школе. Юные музыканты привезли в родной город целый комплект медалей. Среди призеров – инструменталисты, вокалисты. Все эти победы еще больше настраивают педагога на продуктивную работу. Ведь когда есть успехи, а самое главное – желание развиваться. Любые высоты по плечу. Самое главное – это желание и отзывчивость. Всему остальному мы можем научить. Если мы видим какие-то позывы ученика, стремление чему-то научиться, мы всегда этому научим. То есть это наша обязанность, это наш священный долг преподавателя. И знаете, для того, чтобы это желание появилось, тоже нужно каким-то образом постараться проявить интерес к этому делу у детей. Мы поздравляем уникальный хор, музыкальную школу, да и наш город с этой победой. За нашими музыкантами – будущее. Музыкальная школа имени Чайковского это постоянно доказывает. Ксения Калугина, Степан Некрасов, Новости Верхнекамия.